Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Доллс. Сегодня мы сделаем обзор на одежду для кукол Барби Пума. Эту одежду мы примерим на 5 разных типов кукольных тел, на Барби Репродукцию 60-х, на Барби Мэйд Ту Мув, на Барби Пышку, на Поппи Паскет и на Фэшн Ройалти. И первое, что мне очень хочется распаковать, это вот этот набор с желтым платьем. Открываем коробку. Все оказалось не так просто. Одежда прикреплена к заднику и здесь платье и сумочка. Платье сзади на липучке. По-моему, очень мило. И не заметила сразу, здесь еще в комплект идут очки. Довольно прикольно все это выглядит на Барби 60-х. Совершенно не подходит ее стилю, но сам наряд по размеру отлично подходит. И сумка, и платье, и очки. Конечно же, это платье создано для Барби Мэйд Ту Мув. Оно идеально подходит. И мне кажется, что очень идет. На пышке смотрится просто шикарно, но я не смогла застегнуть сумку. Наверное, если ее чуть-чуть побольше подрастягивать, понатягивать, то влезет. Мне не хватило буквально одного-двух миллиметров. В целом выглядит супер, мне очень нравится. Поппи Паркера здесь самая стройняшка, и на ней это платье выглядит просто очаровательно. Оно такое и чуть большеватое. Сумку, кстати, можно затянуть потуже. Все подходит, и очки, и сумка, и платье. Выглядит вообще просто супер. Ох, уши бесконечно длинные ноги Fashion Royalty. Для нее это, конечно, не платье, для нее это футболка удлиненная. Выглядит все равно красиво. Мне очень нравится сочетание цветов в этом платье. Но для Fashion Royalty оно коротковато. Пытаюсь открыть вторую коробку более эстетично. Поняла, почему у меня не получается, потому что здесь, по сути, нет задника, это все коробка. Ну что ж, значит, просто оторвем. И в этом наборе спортивная кофта с длинными рукавами. Юбка, бейсболка и бутылочка с водой. Открепляю все от задника. Курточка на липучке. Здесь мне сразу не нравится горловина. А юбка на резинке. Кстати, на вещах пришит лейбл Барби. Кепка мягкая и резиновая. И на козырьке был прикреплен гвоздик, которым бейсболка прикреплялась к коробке. Поэтому здесь такая не очень эстетичная вмятина. И бутылочка. Странноватый костюм. Возможно, только на этой кукле это так и выглядит. Но юбка здесь широкая в поясе. А вот курточка, не знаю, под нее точно не подходит. То есть у нее грудь, плечи довольно широкие. Возможно, поэтому все скошено и выглядит очень странно. Ох уж этот ворот, ох уж этот ворот. Ну зачем же было так делать? На желтом платье же так красиво обработали. Почему здесь не так? Бутылочку держат в руке, все в порядке. Кепку надеть не могу, потому что у нее высокий хвост. И вообще, даже если бы не было такой прически, я не уверена, что эта кепка на нее была налезла. Потому что голова у нее побольше все-таки, чем у современных Барби. Вот здесь дела уже получше пошли. Во-первых, кепка села, все хорошо. Но сам костюм довольно странный, потому что юбка все равно широкая. Если ее опустить вниз, казалось бы, все должно сесть. Но опустить вниз ее не получается, потому что резинка скатывается по талии наверх и болтается на этой талии. Куртка в груди и в плечах села хорошо, никаких претензий. Но здесь возникает другой вопрос. А что это за рукава? Потому что рукав не до запястья. Как было на Барби 60-х, ну понятно, у нее ручки покороче. То есть кукла, для которой вроде как и сшит этот набор, здесь рукавчики короткие. Возможно, конечно, это такой фасон, но выглядит странненько. Как будто ей эта кофточка мала, потому что она еще и укороченная. А вот здесь юбка сидит отлично. Вообще идеально, она для нее как будто бы и сшита. Кофту надеть не смогла, причем даже не знаю, влезет ли она в объеме груди в эту кофту. Я не смогла продеть руки. И показать эту кофту на ней тоже не могу, но я подозреваю, что она даже в нее не влезет просто в груди. Кепка отлично бы подошла, если бы не пышная прическа. Здесь прическа ее выталкивает, а так по размеру головы супер подходит, отлично. Ну я бы Поппи Паркер в таком виде не оставила бы. Потому что юбка ей очень широкая, она еще более худая, чем Барби. Кофта вот вроде бы села, но что-то мне в ней не нравится. То есть то ли зона под мышками, какие-то рукава получаются перекручены. Не знаю, что-то меня здесь смущает, не могу даже понять, что. Кепка, конечно, на ее кандибобер на голове не налезла. И, кстати, эта бутылка сводит меня с ума, потому что я ее очень долго пытаюсь вставить в руку каждый раз. Возможно, у меня какие-то кривые руки, но не получается у меня. И вот вроде неплохо, а вроде бы и нет. С юбкой даже не знаю, что делать, потому что она мне нравится, классная юбка. Но тут та же самая история, пытаешься ее подтянуть вниз, чтобы она сидела на бедрах, а она скатывается наверх. Причем, когда надевала, она так плотненько шла через попку фэшн-ройалти, что я думала, о да, наконец-то она сядет. Но нет, она снова скатывается наверх. Ну, кофта выглядит очень комично, потому что ее явно сняли с кого-то другого. И Майс Ринити, как будто бы за кем-то донашивает эту кофту. Ну, надела, что нашла. Очень круто выглядит пейсболка, она классно села, плотно держится, даже лучше, чем на Барби. В третьей коробке находятся майка, шорты, сумка и часы. Майка тоже на липучке, мне нравится тоненькая спинка сзади. Шорты, мне кажется, выглядят очень мило, особенно эта резинка с надписью Puma. И такая же сумка на пояс. Ненавижу, кстати, эти сумки, очень странная мода, мне кажется, мне напоминает лихие девяностые. И часы тоже с логотипчиком Puma. А вот это круто, вот это мне очень нравится. И майка мне нравится, хотя Барби 60-х она чуть-чуть маловато. Барби 60-х, ну, очень мощная грудь по сравнению со всем остальным. И выглядит очень странновато, такая перекачанная Барби. Но шорты просто бомба. Часы, сумка, все подошло. В целом, образ мне очень сильно нравится, он очень красивый. Ну, это же красота. Эти наборы прям созданы для Мэй Тумф. И она сама спортивная, и наборы спортивные, все так классно смотрится. Мне очень нравится. И майка на ее груди выглядит как раз так, как нужно. И шорты подошли идеально. И сумочка на месте. И часы хорошо держатся. В общем, супер. На Мэй Тумф отличные наборы. Ну, надо же, получилось надянуть майку. Не без труда, конечно, но чуть-чуть она, но застегивается. Вот шорты, мне кажется, ей не очень идут. Потому что они довольно высоко расположены. Как-то странновато все это выглядит на ее животике. Также налезла сумка. И часы тоже вполне себе налезают. Выглядит неплохо, но этот набор, все-таки, мне кажется, не совсем ее. Ох уж, эта худенькая поппи. Майка на ней выглядит хорошо. Очень красиво. Мне так нравится, как выглядят эти лямочки. Но вот шорты, эти потрясающие просто шорты, и явно большие, они широкие, и как-то бесформенно все это выглядит. Часы, сумка, все подошло. Все лучшие части в фэшн-руэлти видны в этом наряде. Особенно в этой майке. На самом деле красиво выглядят. И майка хорошо сидит. И шорты, кстати, их получилось немножко приспустить. И если зафиксировать их сумкой, то они сидят на бедрах. Шорты, это лучшее, что есть в этих наборах. Эта резиночка у меня просто сводит с ума. Набор подходит для фэшн-руэлти просто идеально. И четвертый набор. Здесь сиреневые треники, белая футболка, наушники и голубые часы. Футболка на липучке. Треники на резинке и внизу манжеты. Очень мило выглядит и очень реалистично. Даже с лампасами. Наушники с символом Барби. И внутри видно мягкий динамик. И часики тоже с логотипом Пумы. Вот такая получилась Барби 60-х. Надела треники и на аэробику. Удивлена, потому что этот набор мне внезапно нравится. Мне очень нравятся эти треники. Хотя Барби, мне кажется, для этих треников худовато. Здесь хотелось бы хорошую большую попу. Надеюсь на пышку и надеюсь на фэшн-руэлти. У которых аппетитные формы и должно получиться как-то покрасивее все это. Часы отлично подошли. Наушники тоже. Вот футболка разочаровывает. Почему-то очень сэкономили на ткани для этой футболки. И припуски на шары. Они подогнуты буквально на 2 мм. И весь припуск вылазит наружу. Его становится видно при любых движениях. Отлично подходит для Made to Move. Шикарно выглядит. Забудем про качество футболки. Хорошо она сидит. И штанишки классно сидят. И они настолько объемные, насколько должны быть. И наушники хорошо, и часы хорошо. В общем все хорошо. Мне прям очень нравится. Ну вот. Вот так должны выглядеть спортивные штаны. Они на чем-то должны сидеть, а не просто вот так вот болтаться. Шикарно выглядят штаны. Они вообще просто лучше всех подошли. Футболка натянуть не смогла. Не пролезли мы в предплечье. И даже если бы налезли, не уверена, что сошлись бы на спине. Наушники налезают. Часы тоже налезают. Видно, что маловатые, но натянуть можно. Но штаны это прям любовь. На Поппи Паркер это выглядит прям умилительно. Чуть-чуть коротковатые штанишки. Но в принципе, если надеть какие-то большие кроссовки, то будет незаметно. Она тоже, конечно, тощая для этих штанишек. Часы отлично подошли. Футболка. Даже не знаю. Ну красивая футболка, но сделана так себе. И очень прикольно выглядят наушники, надеты на этот канди-боббер. Ох-ох-ох. Из штанишек нашей серените явно выросла. Очень жаль. Очень жаль. Крутецкие штаны. Возможно, получится их растянуть внизу манжетой и натянуть на икры. Сделать, чтобы это были коротенькие штанишки, такие подвернутые штанишки. Но пока не натянуть не могу, потому что манжеты очень узкие. А вообще выглядело бы просто потрясно. Вообще наборы вышли очень и очень неплохими. Больше всего мне понравился вот этот образ с желтым платьем, как изначально он мне и нравился. Очень нравится, как он выглядит на Барби, на Поппи Паркер. Жаль, что на фэшн-ройалти он коротковат. Хотя я брала это платье именно для фэшн-ройалти. Но для нее это футболка. Здесь буду перекрашивать очки, чтобы они выглядели более натурально. И сначала думала, что все липучки буду перешивать на кнопки. Но липучки оказались очень тонкими, очень деликатными, поэтому они не зацепляются за волосы и можно оставить их с липучками. Ожидание и реальность получилось вот с этим костюмом, потому что мне очень нравились эти три кошки. К сожалению, они выглядят немножко странно на куклах. И очень жаль, что на фэшн-ройалти не получилось их натянуть. Я понимала, что они будут короче, потому что ноги у фэшн-ройалти длиннее, чем у Барби. Но я надеялась, что можно будет их приподнять. И очень расстроила вот эта футболка, она мне очень нравилась по фотографиям. Но нижний срез задирается, на липучке уже вываливаются нитки. Синий костюм мне изначально меньше всех нравился. Самое большое разочарование это ворот на кофте, потому что он сразу растягивается, как только вы его начинаете надевать. И юбкой я не понимаю, для кого они шили эту юбку, потому что кофта явно на стандартное тело. А вот юбка широченная, хотя она выглядит очень красиво. И немножко удивляют рукава на этой курточке, потому что они не очень понятны длины. Внезапно понравился вот этот образ. У меня к нему не было вообще никаких эмоций, но майка и майка, но шорты и шорты. И в итоге, когда я начала их примерять, оказалось, что это очень круто выглядит. Мне очень нравится, как выглядит майка. И мне очень нравятся шорты вот с этой резинкой Puma, с малюсеньким-малюсеньким логотипчиком. И он сшит довольно аккуратно. Спасибо, что посмотрели это видео, распаковали и примерили одежду вместе со мной. Я буду очень рада вашим лайкам, комментариям и подпискам. Поп, 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 поп.